Друзья, всем привет! Мы выдвинулись и едем в сторону Рязани. А что это значит? Это означает, что будет лютый оффроуд. Ребята собрали крутейший состав. Тут меньше слов, больше дела. Вам нужно это все видеть. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы погнали! Субтитрыгнуло что ли? Трыгнуло, говорю. Сейчас последние километры до обкатки. Вот так, я люблю делать прохваты на трассе. Первый раз уже, можно сказать, первый раз сейчас что-то поддавали местами. Сомнелся нормально. Друзья, ну что же, наступил следующий день Мы прогреваем машины, сейчас поедем на место сбора Хотелось бы минутку времени уделить и рассказать про этот аппарат Потому что многие пишут в комментариях Блин, да что вы рассказываете, здесь от Нивы ничего не осталось Друзья, это Нива Но есть один проект, уже не один, а два проекта Который будет называться не Нива Вот там от Нивы останется мало чего, кроме кузова И там можно будет сказать, что это не Нива Но здесь по факту от Нивы стоит все Эта тачка построена на отечественных компонентах То есть нельзя сказать, блин, а что здесь не от Нивы Вот те, кто говорят, что, блин, да она рубит, так в нее вложено Понятно вложено Здесь тюним стоит Вот вся машина дешевле, чем бортовые на Гелик или на какой-нибудь тюнинговый Land Rover Только бортовые Не считай работы, вам привезут Вот так их бросят и все Их надо поставить Купить машину, на которую поставить И найти тех, кто это поставит А здесь целая машина Давайте пробежимся по конфигу За основу взята Нива трехдверка Родной двигатель Расточен блок Стоит тюн колена для этого мотора Объем 2,2 литра На высокой степени сжатия С прыском водометанола Стоит другой распредвал Мощность на надуве 0,5 бара Это порядка 150-170 слощадных сил Сейчас мощность подняли Надува прибавили, мотор крутится чуть-чуть дальше И мощность порядка 200 плюс слощадных сил 200-220 слощадных сил Для чего это было сделано Чтобы мотор ехал сильно рано То есть объем присутствует Не хотелось получать турбо-яму Чтобы машина ехала сразу Вот это атма мотор Поэтому степень высокая Прыск водометанола Чтобы не было детона Надув турбина И этот мотор едет Я очень удивлен Я уже видел много проектов На родном 8-клопе И сколько он держит Дальше По подвеске Амортизаторы, пружины Все для этого автомобиля Не из какой-то иномарки Ничего не снято Здесь от иномарки Только коробка от BMW И то поставили только в этом сезоне Потому что дешевле Выходит от BMW И она будет ходить дольше До этого стояла родная трансмиссия Здесь стоит родная раздатка Родные мосты Бортовые Колеса Тридцать восьмые Хотели поставить тридцать девятые Сегодня пришлось Нужно еще чуть подпилить И так выпилено по максимуму Но тридцать девятые колеса Будут стоять на другой машине Стоит полностью прямая Выхлопная система И еще что здесь в иномарке Это шрузы Потому что родные Не выдерживают Их срезают И опять Эти шрузы Вы не купите нигде Пойдете в магазин И человек Кто собирает эти тачки Сам своими руками их сделал То есть нельзя сказать Ооо Ты что там Взял поставил И поехал Так просто У меня на шестерке Там от шестерки Только кузов Я вот сейчас сижу на диване И сейчас на диван Поставлю мотор И поеду Поставь родной мой И езжай А собрать Вот такое чудо И чтобы оно ездило И показывать результат Очень сложно Многие проекты Бухон огромное количество денег Но здесь Эта тачка Это Нива И она Может И она раздает И я уверен Что Да кто ее проедет Но пока я еще не видел Автомобиля Именно автомобиля Который собран на тюнинге И который едет круче Если у вас такой Напишите Мы сравним Мы переместились В следующем автомобиле Это Пантера И здесь Вот именно в этом аппарате От иномарки Ничего вообще не стоит Наверное кроме приводов Олег Привет Расскажи Про конфиг Данного автомобиля Вот все говорят Что это не Нива От Нивы Ничего нет Ну От Нивы Тут только От Нивы Что здесь От Нивы От Нивы Да 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 Только бортовые Вторая И то их выпускает Воин Для автомобиля Нива И гранаты Гранаты усилены Потому что родные Не держат И еще техно Тоже не держат Делали Под заказ То есть гранаты у нас От Крузера Палки Из Торсионов Выточенные То есть И одни палки Не держат Ну естественно Такие колеса Да Мотор Трансмиссия Трансмиссия родная Пары 4.1 По сторонам Ну и плюс Дисковые блокировки Стоят Раздатка родная Коробка родная По мотору Мотор родной То есть Единственное К нему Прикручена турбинка Вот ВМ38 Двинскрол Двинскрол Да То есть Ну чтобы Хотя бы Крутить Вот дойти колес А так По электрике По всему То есть Как бы Вполне Ну Еще плюс Лебедочки Здесь установлено Соответственно Багажник И аккумулятор А так Машина Полная родная Говорят что Не Нива Не Нива А что тут От Нивы Я согласен Если даже болты Какие-то От иномарки Закрутить Что уже Опять Нива Получается Это глупо Смотри То есть Мотор здесь Стоит родной Его не растачивали Как на волку То есть На волку Объем за двушку А здесь Здесь мотор Расточен Под 1,9 Ага И Подобраны поршня Соответственно Чтобы Держал на тву То есть Этот мотор Чуть разжали Не как на волке На волке Он больше зажат Да Там высокая степень Прожали мотор Соответственно Немножко Головочку Доработали Ну Каналы Клапана То есть Для лучшей продукции Ну и В принципе Интеркулер Ну Все что Сопутствует Как говорится В турбине И нормально Работать Слушай Увеличили объем Объем Охлаждающих Житель Соответственно У него была проблема Она грелась Ага У родных Ну как на родных Моторах даже При бездорожье Она греется Ну Чтобы избежать Я поставил Увеличенный Радиатор Улучшенное Охлаждение А так В принципе По мотору Работать Смотри Если кто-то Захочет Собрать Такой аппарат Я так понимаю Уже обращались ребята Я видел уже Еще одна машина Человек увидел Посмотрел видос Понял у себя Пытался Там что-то дорабатывать Я так понимаю Это не работает Увидел Написал Ему собрали Вы можете собрать Если люди захотят Такой же проект Да В принципе Без проблем Мы можем собрать То есть Мы где-то здесь Ставим твои цифры Тебе можно звонить Общаться И вы можете сделать Подобное творение Можем сделать Можем проконсультировать Любые вопросы Мы идем на контакты Никаких секретов нет Если хочет Кто-то в гараже собрать Сам такой же Вообще без проблем Там подскажем Там проконсультируем Чего как Чего где Единственное По времени То есть Если есть проект Это Либо очередь Либо Ну это понятно Понятно Не конвейер здесь Чтобы собирать Прямо в момент Штучный экземпляр Возьми Каждая Нива Она индивидуальная Даже если они две Одинаковые Стоят Но они все равно Разные То ли их на заводе Как собирают То ли что Не знаю То есть От одной Нивы Подходит То же самое Дело Другой Нивы Желательно Поэтому друзья Не пишите глупости Здесь Это абсолютно Абсолютно Наши тачки Это Нивы А сказать то Что даже если Можно написать Волкейне Заводская коробка От BMW Но BMW Туда не поедет И на одной коробке Далеко вверху Вы тоже не уедете Когда нибудь Я просто приеду Скажу Ребята А что вы такую тачку Заберу И уеду А вы сможете рассказать Что это за парад Сейчас прям Можно сейчас Я думаю что когда он выйдет Лучше рассказывать Пока тут что Только о задней части Разговаривать Сейчас мы выкатим И тогда уже расскажем Едет Катится Зарешоченный вагон Жули я в нем битком Вот и жмут собачком Первый блин комом А первый срок молодцом Бесплатно по стране С малолетки юнцом Едет Катится Зарешоченный вагон И вой волком Но искалься волком А тайга кругом Едем в ком И родный дом Расшатаем Там режим Да и весь лагерь Хаданом А едет Катится На зеленой Я стартуем Там не дом Недалеко ехали Ты конем Под ребро тебе пером Едет Катится Зарешоченный вагон Воротник на мне торчком Я при кителе блатном Спец кровавый босиком Едет в ком И родный дом Зарешоченный вагон Зарешоченный вагон Так, ну что, мы выдвинулись Сейчас у ребят разминка А потом Едем на точку сбора Поэтому всем Приятного просмотра Мы начинаем Да, лед прям толстенький Сантиметра 3 есть Точно Вообще не чуешь Налетит Налетит Это лайтапа Вообще идет Поперек волоса Волос прошел Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 сокращенно лось по-русски, а не сокращенно по иностранному HATLANDS. Значит двухмодульный, первый модуль, второй модуль. Здесь стоит двигатель и коробка автоматической передачи. На данный момент стоит двигатель 4.2 турбодейселя от Land Cruiser и AISON коробка автоматическая. Все четыре гусеницы ведущие. Есть гидроцилиндры преломления уклонов как домиком, так и наоборот. А, ничего себе. Задний модуль сделан нами целью того, чтобы там может было комфортно отдыхать, потом покажем еще дополнительно, то есть там можно сказать автодом. Здесь спереди 5 сидячих мест, ну и в принципе ехать куда хочешь. Блин, я удивлен честно. Ну что еще о нем рассказать? А как передается трансмиссии на заднюю осень? Через кардан. А, кардан есть, да? Сочленение вот здесь в этой балке стоит кардан. А, вот тоже редуктор. Вот эти ведущие звездочки, они соответственно что спереди, что сзади, они накручиваются через кардан. А вы сами поставили такой двигатель сюда? Да, двигатель уже здесь поставили сами, потому что в базе идут с завода трехлитрового турбодизеля. М603, если нажимаюсь, мерседесовский или фордовский 2.7 турбодизель. Но с учетом того, что все-таки мощи надо побольше, мы поставили и по надежности опять же, мы поставили от Toyota. Ну, это очень крутое решение. Я таких вообще не видел никогда. Изначально этот вездеход предназначен, он же и плавающий еще, амфибия. Он и не тонет? Да, он не тонет. У нас есть видео, можем вам показать, как мы летом на соседних карьерах плавали на нем. Вот, изначально это же военная техника, то есть он предназначен для перевозки 17, ну, подразделений военных, 17 человек. То есть 6 в переднем модуле и 11 в заднем модуле. Вот, военизированы полностью и так далее. Даже делают его бронированным, то есть перебросят, забросят в турбодизор. Я понял, круто. А какая у него максимальная скорость? Сколько он едет? По такой, по дёрдным покрытиям, в районе 60 км. То есть он шерпу вообще ничуть не уступает? Он, наверное, более даже, как бы, шустрее он едет, да? Да, шустрее. По воде 5-7 км, он соединяет течение. А по пересеченке, ну, где-то до 25, в зависимости от сложности грунта. Я понял. У него удельное давление на грунт в 4 раза меньше, чем у ноги человека. Вот, за счет своей ширины гусеницы. То есть у него 2-3 проекции на землю по плоскости занимает гусеницы, который обеспечит сверхнизкое давление. Круто. Само по ширине метр 80, опять же, есть плюс по отношению к шерпу, то, что у шерпа ширина 2,5 и где-то в лесной чаще сложновато. А, да, слишком широковато. А этот метр 80, поэтому есть тоже плюсы. Ну, на самом деле, у каждой техники, что у шерпа, что у лося, что у них, есть свои плюсы и минусы. Поэтому добавляем друг друга за счет этого. Ну, круто. Я думаю, сегодня всем будет интересно, как она едет. Вообще, очень интересно. Так, едем к первой луже. Это не лужа, здесь болото. Есть плюс то, что чуть-чуть подзамерзла, но, но, ребятки, это минус, потому что лед надо ломать. И мы знаем, что проходимость хуже, когда лед. Тачка скользит. Ну, сейчас посмотрим. Я вот тут сейчас ехал на лайт подготовленной тачке. И то сложновато. Я реально говорю, сложновато. Я боялся, сейчас засажу тачку. Как бы еще сам не засадился. Вот. А волк поедет вот здесь. Ломаем лед. Ну, это жестко. Для такой глубины шевик. Лима, ну как так? Охренеть. Прошел. Как он здесь проехал. Ребята, какие тачки высокие. Они по капот. Лед. Ну, кто если не его, блин. Я в шоке. А лед, ребят, одна ночь. За ночь лед замерз вот так. Глядь, Дима, он тут нарыл. Дергать. Дим, ты зачем нарыл? Там вообще в те выходные я проезжал спокоен. Да мы сейчас туда ехали. Как нам оттуда уехать на той, на стоковой? Круглого нет? А на стоковой, она на 31 колесах. Хочет ломать лед. То есть, самое жесткое в том, что Нива, она едет. Она ломает лед. Жалко пластик и металл. Пленку, в которой тачка. Потому что, блин, очень глубоко. Была бы лужа по колено, это одно. Но она едет вон по капоту, а это мне по шее. Охренеть. 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 Продолжение следует... Не знаю, что там за мотор. Трехдверка обычная, просто на резине. Мда, вот она низкая, безлифтовая. Так, и сейчас в УАЗик. Резина, видно, не грязевая, по-моему, стоит. Продолжение следует... Да, тут только доставать. Так, следующий шевик. Почти прошел. Почти прошел. А ему нечего сломать, да, спереди? Продолжение следует... Продолжение следует... Ледокол Конечно, удивительный аппарат Вроде прицеп, а прицеп, который едет И не слышно Лед под колесами не дает цепляться И все равно Нива выезжает Застрял, но уедет назад сюда Умничка Течение Перекинешь? Кого? Ледину Легко Какой-нибудь побольше Спортсмен? Да Молодец Пантерка Пешал ломать лед Вот самые жесткие Там полоски Они едут, как будто здесь нет ничего А там глубоко Там глубоко Если началось Бум-бум-бум-бум Златил больше метра Это уже не оффроуд Это... Это лютая жесть Я тут едю Я тут едю Куда? Куда? Куда его препятствия? Скала Вот сейчас только его препятствия, а волк едет Нет препятствий Как он не падает? На, его, видишь? Его, наверное, держат и жопой Это тоже плюс Так, следующий ховер Не прозрез идет Не прозрез идет Третий ховер Самый жест Он, кстати, хорошо вообще прошел Он выше низ Поэтому он спокойно прошел Так, теперь в трехдверочках На каком-то неизвестном моторе для меня И патриот И патриот Мне не удалось очень легко Прям глубоко там очень Если во лбу попары, то это очень глубоко Просто И все Что-то ему как-то здесь даже легко как будто, да? Это без предела Ты видишь, он по капоту поехал А ему как будто пофиг Очень в шоке Самое жесткое, это лед Видел? Да Когда ломает тачки Он, этот Сороконожка, она может Лось Ну, тоже, видишь? Ну, я так понимаю, минус То, что он Музковат Шерп шире Но Ему не дает Жопу переворачиваться Перед едет хоп А жопу держите Понял? Это тоже плюс Ну, шерп горки не мог выезжать зато А это, я думаю У этого моторяка, понимаешь? Да, да, да Там мотор-то был в шерпе сколько лошадей-то Ну, да Вообще вот лошадь была Слабенький, да На туз крузака дизелем Вот где-то мне говорил Сорек Езжай А тут не усервали так Ну, не всем легко удалось Ну, да Да много кого доставали Мы ничего не включали вообще На одном колесе Так, Нива на каком-то моторе не родном Пошла, как будто DSR там мотор По звуку, непонятно Уазик здесь вообще легко проходил Ну, он так же и лайтовенько едет Да Довольно-таки подготовленный Следующий УАЗ помчал Прям на авто пошел Газхол Ай, прошел Назад все прошли Панцерка Панцерка прошла Вая на дивизу Ну, а Это для них вообще не препятствует До Волкста Панцера просто Просто вайтами проходит уже Забесили прям хорошо И вот это чудо аппарат Ага Он просто едет Куда ему нравится Давно едет А у него, наверное, минус То, что он может на бок Это упасть, да? Ну, кажется, единственное Не то, что у него две части Он был короткий Он мог, наверное, упасть Ну, да А так его из жопы придерживают Это тоже плюс Так, друзья, с этой лужи покончено Все Ну ее вот так 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 сделали Едем на следующий участок Начало Очень люто Короче, мы спешим Все поехали Нам-то на Неве мчать У всех подготовлено У нас сток И все рванули Мы не знаем дороги Ну и так Легенькая разминка, короче Спорт, народ На сайте На сайте На сайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы приехали на следующую точку. Волк уже рубится. Скользкий-скользкий подъем. Длинная. Молодец. Молодец. А здесь, конечно, жесть. Поднимется гусянка здесь. Гусянка? Да. Наверное. Скользко стало. Скользко. Если бы они были зашипованы, как зимняя, ну, заякла там. Ну, а тут и вот. Ну, что, заедем? Ну, да, да, да. Я бы еще и что бы он помогает. Ну, чтоб было честно, надо его отсоединить, задок. Тогда есть. Если бы к Ниве еще была прицеплена, она бы заехала. Опа! Опа! Вот это заявочка. Ну, видишь, даже черкает. А я думал, он сам уехал. Клирус, клирус. Не могу выехать. Что ему не хватает? Мотивации ему не хватает. У тебя какой аппарат? У меня вот. Петверка. Она хорошо прошла, я видел. Ты с мотивацией. Я полностью с мотивацией поднялся. Воронежу привет. Не для всех так просто. У нее огромный плюс, что ей еще вторая машина сзади помогает. Все, ломать можно. Я морду нагнул, и она зацепила уже здесь. Тихо, что тут у тебя заклинило? В чем? Все. Включай хаб. Заклинило пересет. Да, хаб отключи просто и все. Да, что у тебя, как нахуй, 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 нахуй. А у нее родной мотор? Шестнарь. Шестнарь, да? Ну я один кук не буду. Бля, ну он сейчас на томе. Ой, блядь. Жалко, смак. Прям лебедкой ровно, аккуратно. Не хватило клевок. Не-не-не, не надо. Это сейчас отборит. Ей бы назад посильнее дать газку. И она может выехать из колеи. А он пытается вперед из колеи выехать, и у нее ничего не получится. Сегодня нужна зимняя резина. Да. Грязь-то она есть, грязь, но уже скользко. Я не думал, что, ну а как не думал, вчера было вечером понятно, что очень холодно. Ну а что, морозы у меня три, наверное, были. Ты видел лед? Да. Лед пять сантиметров, видимо. Ну поэтому на валке ломануло. Не думали, что будет обу лед. Света, резина сейчас справлюсь, там хорошо. Сейчас, короче, еще скольгой стало. Вышел, а? Резиненка. О, хорош. Зацепилась резиненка боками. Боками пошел. Шевик на шестнере. На Неве, на длинной, хочется в обратную сторону и туда бахнуть. Сток вообще, лютый сток. Ну, на мотивации, чувак. С мотивацией? Это вообще что-то жуткое. Может, не надо это делать? Все нормально. Все, в пол. В разрезы. Ну, умеет ездить, да. Четвертый, ну, красавец. Выплачил. Еще сток тачки. Вот, не ломайся. Там себе помогает. Надо. Во! Вот где-то засадили. Короче, мы нашли предел. Есть место. Есть место в Рязани, где можно его посадить. Скользкое. Это УАЗ. Это УАЗ, короче. УАЗ, красавец. Он здесь всем создал проблему, потому что даже Волк поначалу дальше заезжал. Саван. Саван. Да, 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 я бы все А кто хочет? На шевике? Да ладно, он же низковат Два раза, говорит, не надо просить Я с первого уебал Может не надо, он низкий вообще Нормально, смело можно вот здесь стоять Не доедет Насколько лед даже на зимней резине проблемы Не надо Школа дрифта проходит А мы поехали дальше На болото Зарубиться Потому что время, время поджимает Темнеет рано ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попытались, да? Так, мы приехали в другое место Болото О, оно подзамерзнет Мой б***ь Хо-хо-хоу Вот если бы не было, да, он бы ехал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА